Друзья, всем привет! Есть небольшая движуха по токарке, но не совсем в том направлении, о котором я говорил в последнем видео. Наверное, для тех, кто следит за моим каналом, для постоянных зрителей вся картина ясна. Ну а для тех, кто вновь появился, вновь подключился и предыдущие видео не видел, я немного вернусь назад. Я решил собирать себе станок с ЧПУ токарный, вот, и искал себе достаточно большую станину, ну, что-то более-менее приближающееся к метру. Но, так как все эти станины имели там сложную геометрию, и отфрезеровать, а тем более отшлифовать, было негде такую, ну, такой большой станок. В общем, в итоге я пришел к тому, что я купил станину от МН-80, то есть это небольшой станочек маленький, такой же практически, как у меня собственный, у меня МН-80А, вот, и решил делать на нем. Но, как только я купил его, по закону подлости нашлась станинка побольше, как раз такую, как я искал, вот, и купил я ее, соответственно. В итоге весь проект передвинулся на новую станину, все это дело, все задумка, все чертежи, все ушло, вот. А вот эта станина от МН-80, она у меня оставалась и вместе с передней бабкой, и стояла без дела. Я очень долго думал, куда ее мне реализовать. Интересный момент еще в том, что я как-то неровно дышу к импортным станкам, вот. Я не хочу сказать то, что советские станки плохие, но вот почему-то импортные меня привлекают больше, и мне интереснее работать именно с импортными станками, вот. Долго я смотрел на эту станину от МН-80, все думал-думал, как с ней поступить, то ли ее просто продать и избавиться от нее и забыть, как страшный сон, то ли ее на что-то там пустить, вот. Ну, в общем, плюс еще ко всему в ней была передняя бабка на втулках, на бронзовую. И мне был еще интересен сам момент работы гидромеханических подшипников, и, то есть, была задача ее там пришабрить, вот. Ну, короче говоря, больше был интерес, чем цель, да, такая итоговая. Ну, и в итоге я принял решение, что я эту станинку буду пускать, как и задумывал изначально, то есть, я буду собирать на ней маленький станок, но в таком лайтовом режиме, то есть, как бы в свободное время, прям вот, прям вот совсем свободно, вот. И что-то как-то пошло-пошло-пошло, и достаточно быстро у меня все получилось собрать его, вот. Ну, и, в общем, здесь вот он под этой тряпочкой стоит, я специально его накрыл, сейчас я вам его покажу, но сначала я сделал небольшую нарезку роликов небольших, как изготавливались каждые детали, ну, практически, да, каждая деталь, как она крепилась, как она из чего состоит, что из себя представляет, вот. Я сейчас предлагаю посмотреть сначала эту нарезку, вот, а уже потом я вам покажу, что из этого всего получилось, когда все это дело собралось воедино. Сразу хочу оговориться, что станок еще далек от своей готовности, то есть, сейчас такая промежуточная фаза, наверное, примерно половину работы по нему проведено, механика, ну, практически вся собрана, вот, вопрос остается с передней бабкой, но сейчас до этого дойдем, давайте. Ну, сначала смотрим нарезку, вот, ну, а потом, что получилось. Так, последний проход. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Установил два блока, закрепил их, притернул на ламанную пасту, закрепил все балки закручены, затянуты, эти поверхности еще пока не обрабатывались, ну, имеется в виду, будучи установленными, просто после фрезеровки. И получаем такой результат. Здесь в нулях, здесь в две, в три суточки. Ну, и главное, что они равномерны, то есть, это чуть задрано, это чуть ниже, но уклонов нету, то есть, они, стрелка не вяжет никуда при движении, при сечении. Ну, эти две сотки пришабриваются в два счета. Сделал такую вот детальку. Это будет опора винта. Ставится она будет вот сюда, на самый конец или на торец станины. Решил делать самодельную и сделал из алюминия, не стал из стали чугуна, то есть, нагрузок здесь таких не будет, выдержана она без проблем. Значит, интересность у меня в том, что я сделал ее с базами, то есть, здесь есть такое подобие шпонки и вот эти две полочки. То есть, эта шпонка вставляется вот в этот вот паз, а полочками кладется на станину, то есть, на плоской станины. И получается вот таким вот образом. То есть, здесь никаких щелей не остается и в то же время она никуда не смещается, не двигается. Торец я отфрезеровал, доставлялся по параллельным направляющим и сделал перпендикулярно. То есть, здесь фрезерованная такая небольшая площадка и вот отверстие крепежное. Здесь самое опасное отверстие было, тонкое, потому что проставка. Ну, и вот таким вот образом все это будет вставать. Здесь предусмотрено сразу же отверстие для слива сош, вот эти два. Вот одно, вот второе. Они совпадают с пазами в станине. То есть, одно вот здесь вот, вот его видно. А второе, вот его полотверстия, его видно, чтобы сош было ей куда сливаться, чтобы она здесь не скапливалась. В самой опоре два подшипника, таких же, как в обычной опоре ШВП. Поставил пока обычные, но, наверное, их и оставлю на грузах здесь особых не будет. И вот заломило метчик у меня вот здесь вот, блин, такую красоту испортил. Вот пришлось в это отверстие стал сверлить, с краем попал в отверстие под подшипники. Не стал уже дальше нарезать резьбу, потому что их потом зажмет. Пришел, пришлось вот так вот просверлить. Здесь еще сделаны два дополнительных вот этих отверстия. Я хотел предусмотреть, не знаю, насколько это будет нужно. Если будет нужно, то сделаю. То есть, когда мы устанавливаем вот эту вот нашу площадку на место, вот здесь у нас есть вот эта вот плоскость. Это база от родного опорного, ну, то есть опорная площадка. Сюда ставится задняя опора винта ходового. То есть она отфрезерована, все она как положено, сделано в перпендикулярах, в параллелях. И вот эти вот два отверстия, вот их видно, вот здесь вот оно, одно и второе. То есть, если будет мне необходимо, я сюда дофрезерую вот такую вот площадку, прижму к ней вот эту и уже насквозь в ребро этой площадки вкручусь и прикреплюсь вот к этой точке. То есть здесь можно будет заштифтоваться и, в принципе, резьбу нарезать, проблем нет. Ну, как бы такой дополнительный, на случай, если каких-то усилий будет не хватать, что эту пластинку будет гнуть, хотя она вот в этой части, она 19 мм толщиной, здесь 16. Никаких, я думаю, больших усилий не будет. Вот так все это дело будет выглядеть в установленном виде. Здесь пронижение сделано, чтобы добраться до Т-паза. То есть Т-паз будет доступен, можно будет что-то, какие-то туда вставки заводить, какие-то гайки или сухари. Так, ну и таким вот образом будет у нас винтик. Потом надо будет его запрессовать сюда. Задняя опора пока не готова, да и винт еще длинный. То есть нужно будет здесь его отрезать в размер. И сюда будет устанавливаться уже мотор. Таким образом винт будет располагаться и вращаться. Гайку ШВП вот таким вот образом планирую располагать. И здесь плита отсюда и поводок на гайку сюда. Вот, ну и в общем-то все. Вот так эта опора будет работать. То есть опорная часть винта будет находиться здесь, а этот конец винта будет просто висеть на муфте на моторе на самом. И никаких дополнительных опор не требуется. Закончил шабрить по плите. Ну, пятен не очень много получилось, но в принципе пока этого достаточно. Потом буду продолжать уже саму бабку пришабливать. Ну, вернее, по самой бабке пришабливать эти брусочки. Вот, я избавился от уклона. То есть сейчас вот так получается по нулям. И едем на эту сторону. И здесь у нас тоже по нулям. Ну, при шабровке поверхность не очень ровная, поэтому стрелка скачет. Ну, в общем, база как таковая есть. Ровная все. Теперь надо по самой бабке уже вышабливать. Сделал отверстие под штифт, развернул его разверткой. Ну и сейчас буду уже саму бабку мазать краской и прикладывать к этим брусочкам, выводить по ней. В общем, отфрезеровала такую плитку. Она имеет с двух сторон выступы. Эти выступы будут являться опорными бортиками для каретки. С этой стороны будет только вот эти каретки будут упираться. Ну, здесь и направляющие имеют только одна упор, а у второй нет, она просто лежит. И, соответственно, каретки будут только по одной стороне, будут вложены цилиндрики. И вот это все дело будет таким вот образом укладываться. Чик, и прижиматься вот сюда, вот в эту сторону. И прижиматься вот с этой вот стороны к кареткам, к базе, и по этой стороне притягиваться цилиндрами. Далее, наверх будут устанавливаться таким вот образом. Так, вот сюда фланцевые каретки, четыре штуки. Здесь и здесь поверх. То есть каретки у меня здесь разнобойные, здесь блочные, здесь фланцевые. Ну, у меня просто есть такой набор. И, соответственно, у этих вкручиваются болты будут сверху, и потом накрываться вот этими каретками. А у фланцевых они имеют возможность вкручивать болты насквозь. То есть вот отсюда крепить. И вот они таким образом будут крепиться. И вот эти каретки, которые здесь стоят, и эти точно так же будут болтами М5 на 16 таким вот образом прикручиваться. Здесь также есть бортик и для обеих кареток. И их можно будет вот отсюда прижать к этому бортику как к каким-то дополнительным фиксаторам. В общем, вот так вот получилось. Здесь уперты каретки в бортик. Кстати, да, у этих кареток обе стороны как будто бы базовые. То есть они обе прошлифованы. Можно любой стороной крепить. Что у фланцевых, что у блочных. Здесь уперты в бортик каретки. И прижаты вот с помощью вот таких вот цилиндров. То есть вот так вот по тайным винтам тянется и цилиндр зажимает каретку. И притянуты. А здесь затянуты просто. Здесь я специально делал зазор. Здесь полмиллиметра, по-моему, зазор. Побоялся я, что я не попаду в направляющие по ширине между собой и друг с дружкой. И поэтому не ставлю. Хотя направляющие выставлял по ЭКМД. Ну и плюс еще дополнительно обкатывал индикатором. Так, ну и закатываем все это дело на направляющие. Все плотно. Ну вот, то есть первые шарики зашли и все, и она уже мертвяком уже никуда не качается. Ну и, соответственно, все бегает очень легко. Без заеданий, но в то же время очень плотно. То есть никаких нет ни таких люфтов, ни в эти стороны. Все отлично. Итак, друзья, продолжаем. Следующий этап. В общем, установлено ШВП по Z. ШВП 1605. Здесь сделал такую плиту подобие фартука. Ну, то есть компоновка сейчас стала походить уже все больше и больше на классическое расположение узлов обычного токарного станка. То есть это у нас суппорт, это фартук. Да, вот своего рода. Винт на своем месте находится там же, где был и штатный. Но здесь единственное, винт по поперечной подаче, он будет располагаться вот здесь сбоку. Так как тут его разместить негде, места нету. Поэтому сбоку вот так вот и плита будет двигаться. Плита будет достаточно большая. Ну и мотор я планирую установить прямо вот сюда, напрямую на вал, без ременной передачи. Вот, ну и получается такое, вроде как, даже неплохо выглядит. Все красиво двигается. Правномерно все. Здесь торчит хвостовик винта. При необходимости можно будет штурвальтик даже повесить. Ну, не знаю, зачем это будет нужно. Но если нужно, то есть доски. Далее, значит, закрепил каретки, все. Здесь у меня есть отверстие под штифты. Будет это все штифтоваться. Но пока я не штифтую. То есть все это надо будет выкатать какое-то время, дать поработать. Ну или так, хотя бы холостую погонять. Вот, то есть если все без нагрева, без кленов, после этого уже будет штифтоваться. Штифты будут здесь. Потом нужно еще здесь, на этой стороне, доделать упоры, которые будут сжать каретки. Прижимать к бортику. И с этой стороны, и с этой. Четыре штуки надо сделать. Нижние каретки прижаты, я вам показывал. Так, далее. С задней торцевой части станины сделал вот такой фланец из десятки D16. Уже закрепил его, выставил, все подогнал. Ну и здесь, соответственно, муфта все вращается. Муфта будет внутри вот этого нароста. То есть, вот здесь вот есть такой нарост у станины. В котором, ну вот в этой части была втулка с упорными подшипниками. Ну то есть я имею в виду у МН-80 у станка. А в моем случае этот нарост весь пустой. И вот единственное, вот здесь на конце висит втулка. Плавающей опоры у винта не будет. То есть будет только одна опорная, которая вот здесь вот опорная часть. А плавающая будет выполнять двигатель вал, роль плавающей опоры. То есть будет висеть прямо на валу мотора. Все выставил. Ввожу я вот таким образом. То есть точу вот такую пробку с двумя диаметрами. Один это внутренний диаметр, а второй маленький это диаметр внутренней втулки. Вот. И она вставляться должна очень легко. То есть имеется в виду, что ее не должно переклинивать. После этого креплю площадку вот эту. И здесь есть тоже два отверстия для штифтования. Но пока опять же не штифтую. Вот это отверстие сделано под мотор. То есть 72 миллиметра. И мотор садится сюда с натягом. То есть он затягивается болтами. Для чего все это делается? То есть по сути здесь никаких нагрузок таких боковых не будет. Ну я имею в виду штифты для чего? Нагрузок боковых не будет. Эту часть никуда не сдвинет. Даже и без них. Но для повторения съема установки, если придется снимать эту площадку, чтобы ее установить потом на свое место, то тогда вот эти штифты будут очень полезны. То есть сам мотор садится у нас в диаметр полотна. Никаких лифтов он не имеет. А соответственно штифтами мы выставляем сам вот этот посадочный фланец. Крепится он на 4 болта. М5 на 16. Вот прям в чугун. Ну и все. Здесь поверхность у нас шабринная. Ну то есть здесь был корпус гитары. Сначала я хотел оставить корпус гитарный. Но потом вспомнил, что бабка у меня будет выше. И вот этот там сверху вот такой нарост. Будет прям упираться шпиндель. Ну и в общем у меня не поднялась рука его портить. Этот корпус от гитары. Поэтому решил сделать так. То есть не будет здесь корпуса. Будет закрываться. Посмотрим как это все будет в кабинете. Ну пока вот такие дела. Сейчас можно будет поставить моторчик уже. Ну и попробовать это все дело погонять. Вот как можете видеть здесь вот щель. И руками я не могу его толкнуть туда мотор. А вот болтами я его затягиваю потихонечку. По диагонали, по очереди. Болты подкручиваю, подтягиваю. То есть мотор садится очень плотно. В этот планец. То есть подобрен диаметр. Диаметр фрезеровался. На чековухе. Вот поэтому все достаточно плотно. И вот так и должно быть. Все. Мотор закреплен. Так, моторчик закреплен. И теперь нужно муфту зафиксировать. Здесь есть такое окошко. Его делал не я. Это было окно стандартное на станке. Я его использовал под закрепление муфты. То есть я спокойно в это окно креплю муфту. А второй винтик я просверлил отверстие для крепления второго винта этой муфты. Вот это оно и есть здесь со смещением. Чтобы можно было добраться ко второму винтику. Вот. Ну, в общем, как-то так. То есть моторчик закреплен. Ничего нигде не задевает. Сейчас я уже вращаю вместе с валом мотора. Готова еще одна деталь. С этой стороны она не имеет ничего особо интересного. Отфрезерована в плоскость. Есть отверстие. Это будет крепление гайки ШВП. Хомута гайки ШВП. А вот с этой стороны выглядит она вот так. Эти не стал фрезеровать без надобности. Здесь выбран такой большой карман. Потом поймете для чего. Достаточно глубокий. И сделаны под направляющие места установки отфрезерованных. Направляющие встают достаточно плотно. То есть закусывают. Ох. Вот так вот. А здесь она просто прикладывается в бортик. Возможно, сделаю еще какие-то упоры. Ну, не знаю. Подумаю пока без них. В общем, вот на этой будет базирование. То есть это будет как база. То есть она впазу, никуда не денется. А на это, подумаю, возможно, сделаю какие-то упорные бортики еще сюда. Вот. Это будет инструментальная плита. Это Д-16Т. Двадцатка. Толщина. Вот. Ну, в общем. Таким вот образом. Итак, плита на своем месте. Установил. Все прикрутил. Выставлять здесь ничего не нужно было. Все автоматически выставилось. Вот такой вот ход будет иметь. 170 миллиметров хода. Достаточно много. Вот. Ну, и здесь у нас направляющий в пазах. Здесь будет щиток закрывать. Ходит все достаточно легко, но в то же время очень плотно. То есть даже есть небольшая инерция. Равномерно, без заеданий, ровненько, отлично. Ну, если с рельсами проблем не возникло, то вот с гаечкой она у меня что-то как-то не хочет. Видимо, вот эта муфта в очередной раз с кривой плоскостью попалась. То, что уже не первый раз такое попадается. Вот эти плоскости. То есть, вот эта базовая и вот эта базовая. Не перпендикулярные они. Сейчас я ее сниму, обкатаю, посмотрю. Ну, потому что притягиваешь вот эти два винта, вроде более-менее нормально. Ну, туговат становится, но все-таки нормально. Притягиваешь вот эти два винта, а вообще крутить невозможно. То есть, очень тяжело вращается. Ну, в общем, вот как-то так. Продолжаю потихонечку собирать. Так, ну и вот, что мы имеем на сегодняшний день. Так вот выглядит механика. Пока без передней бабки. Сейчас мы ее поставим, посмотрим. Так, сверху у нас будет вот такая вот огромная плита. Размерами она 200 на 350. Вот, ну, не знаю, для чего она такая большая. Ну, как бы, такой огромный размер будет позволять устанавливать на него огромную кучу инструмента в два ряда, хоть как. Но, несмотря на то, что она такая большая, направляющие на ней закреплены. То есть, одна на краю, а вторая вот здесь вот. И вот эта часть вся. Она просто свисает и, ну, как бы, защитную функцию выполняет. Здесь закреплена гайка ШВП. И вот таким вот образом осуществлен привод. Смотрится это не совсем эстетично. То есть, торчит такой длиннющий винт. Задней опоры плавающего у него нет. Вот, но... Я не захотел ставить мотор через ремённый привод. Вот это, во-первых. Во-вторых, без задней опоры мне как-то, ну, показалось, что если ремень будет тянуть на сторону и будет всего одна опора ШВП, то задняя опора здесь как-то необходима. На мой взгляд, по крайней мере, да. А так как её здесь устанавливать возможности нету, ну, при таком вот, при таком конструктиве, то я всё-таки решил ставить мотор на прямой привод. Вот, торчащий винт в плане габаритов ничем не страшен. В каком смысле? В том, что эта плита при смещении, она выходит дальше. То есть, вот эта гайка будет, она как раз сравниваться с самым кончиком винта. То есть, габарит мы этим винтом не увеличиваем. То есть, если собирать кабинет для этого станка, то при любом раскладе его стенка будет находиться, ну, где-то здесь, даже сюда, потому что вылет вот этой плиты он будет больше. Вот, такой размер я, ну, как бы пока не знаю, как оно что будет выглядеть. То есть, ход у этой плиты 166 миллиметров, 165, пускай, будет. Вот, ну и опыта по токарке у меня пока нет, поэтому я сделал с таким большим размахом. Посмотрим, насколько оно будет востребовано и будет ли вообще востребовано. Ну, я так, как бы из тех соображений, что кашу маслом не испортишь. Вот, и решил я сделать побольше. В то же время, в эту сторону выезд, опять же, то, что мотор здесь торчит, и он будет так, так он и останется торчать, когда плита уедет туда. Опять же, это говорит о том, что габарит у нас не увеличивается. Ну, то есть, вот на это маленькое вот это расстояние. Вот, соответственно, плита перемещается. Все это, все вот эти железки остаются на своих местах, никуда не двигаются. Из каких-либо доработок, наверное, можно было бы сократить длину винта, перенеся вот эту гайку вот сюда ближе. То есть, сейчас вот эта плита находится в крайнем положении влево, и вот эта часть, она получается у винта не задействована. И гайку, перенеся сюда, можно было длину винта вот на это расстояние сократить. Вот, но я пока побоялся делать так. Почему? Потому что задней опоры у винта нету, и не попав немного в соосность, приближаясь к гайке, как опоре, получилось бы, что винт куда-то уходил. Или вправо, или влево, или вниз, или вверх. Вот, то есть, ну, нужно было бы, очень большие бы требования предъявлялись к соосности опоры и гайке ШВП. Сейчас, в данном случае, вот этот вот рычаг, то есть, вот эта длина неиспользуемого винта позволяет не сильно заморачиваться в плане соосности. То есть, ну, какие-то разумные пределы, естественно, нужно попасть, но, допустим, тут уже сотку-две можно спокойно было промахнуться. И, соответственно, отъезжая в край, угол винта изменялся в минимальное, и подъезжая сюда. Вот, ну, получается, сейчас подвину плиту эту. Наскоряк я тут подключился к МАЧ-3. Пока ничего не подключено, никаких датчиков. Один датчик вот здесь смонтирован, вот от него провод. Он под вот этой плитой находится, прямо посередине. И, в принципе, его даже посмотреть на него невозможно, потому что он со всех сторон тут закрыт. Вот, ну, и, соответственно, он отстроен на него, есть флажок. Вот, и больше, как бы, обслуживания он не требует. И он, скажем так, там похоронен. Вот, второй датчик я еще не установил. Будет он на ССЗ, вот здесь, скорее всего, снизу. Вот, в общем, вот так у нас уехала плита. Вот, здесь вот появляется зазор, но, я так думаю, немного ограничить ход, чтобы он был не такой, а чуть поменьше, чтобы плита оставалась вот здесь вот. И, тем самым, не открывала вот это место, чтобы сюда не попадала стружка. Саму муфту здесь закрыть каким-то, ну, не знаю, алюмишкой какой-то тонкой. Вот, и, соответственно, чтобы плита, вот этот прогал, часть вот этот, то есть, ну, вот так вот, чтобы был. Вот так. Вот, таким образом, закрыв здесь, мы получаем полностью защищенную от стружки всю вот эту вот нашу механику. Ну, и тогда, наверное, если вот так это все дело оставлять, то еще дополнительный хвост можно будет, в принципе, отрезать. Но он не играет роли, потому как габарит задает вот этот край плиты. То есть, сколько он здесь торчит, не имеет значения никакого. Чисто эстетическое только. Ну, и нужно еще придумать какой-то щиток на него, когда плита в левом крайнем положении, он торчит, чтобы на него не падала стружка. Суппорт мотора выглядит вот таким вот образом. Это две одинаковых плитки. Здесь из десятки фрезерованные. И прямо в торцы этих плит вкручены болты крепления мотора. И в то же время сами плитки прикручиваются вот к этому вот суппорту, да, так называемому. Суппорт сделан из достаточно толстой плиты, толщиной на 25 миллиметров, вот эта часть ее. И подбиралась эта толщина, исходя из ширины опоры. То есть, чтобы опора полностью всей плоскостью на нее могла встать, чтобы ничего не свисало, никакие края. Снизу на вот этом суппорте сделана выборка для установки хомута и гайки ШВП. Она там спряталась внутри. Вот, а так, эта плита была 25-миллиметровая, достаточно большая. Вот здесь крепление основания тоже, соответственно, 25 миллиметров нахлёст. И дополнительно, здесь в трех точках на болтах все это дело сидит. И дополнительно есть отверстия, которые будут штифтоваться для того, чтобы избежать смещения вот этого суппорта относительно этой плиты. И вторая цель этого штифтования, это то, что при снятии вот этой плиты суппорта будет повторная ее установка на то же самое место, без смещений. То есть, эти конусные штифты дадут нам повторяемость установки. Так, ну и давайте теперь по оси Z. То есть, как известно, на токарных станках у них нету оси Y, и вместо нее уйдет оси Z. То есть, вот эта направляющая, они стоят по оси Z. И даже вот если, например, заглянуть в матч-3, то токарки по умолчанию у нее X и Z. Все, Y нету. Вот это как бы фрезерный станок, но повернутый на бок, как будто бы так. Вот, ну и, соответственно, по оси Z. То есть, сейчас он шумит, он просто стоит на фанере, которая на весу находится. Поэтому он как барабан, фанерный этот стол работает как барабан. На самом деле, перемещения все, ну, такие достаточно тихие. Мотор здесь, да, тоже здоровый, но я повесил пока такой, который у меня есть. В любом случае, будет мотор на МА-34. Вот, но я, конечно, хотел поменьше немножко, но у меня другого нету. Остался вот только такой, большущий. Так, на максимальном ходу по оси Z будет достаточно приличный вылет. Вот сюда вот, и получается у нас такая вот картина. То есть, у нас сейчас ось практически доехала каретками до конца направляющих. И станина заканчивается вот где. А вылет у нас еще на 6 сантиметров. У нас все это дело свисает. То есть, за счет того, что вот эта часть у криты не рабочая. Ну, то есть, я имею в виду, что направляющие находятся уже. Вот, мы имеем возможность вот этой частью съехать. Вот, ну и свободный ход получился 350, там, по-моему, 340 миллиметров. Около того. Вот так вот, да. Вот 340 пускай будет. Здесь можем наблюдать направляющие. Направляющие мне понравились эти. Понравились гораздо больше, чем последние китайские, которые я пробовал. Они очень мне напоминают по своему движению, напоминают очень хивин с преднатягом. То есть, двигаются они очень равномерно, без рывочков. Вот, и в то же время плотно. То есть, ну, такое ощущение, что как будто бы там есть преднатяг. Не знаю, как на самом деле, но вот по ощущениям очень похоже на хивин с преднатягом. Вот, одну направляющую я закрепил и сделал упорой, чтобы она никуда не смещалась. Вторая просто установлена на болтах, без упоров. И то же самое у нас нижняя каретка. Первый ряд, вот этот, он сделан в упор, в упорный бортик, а в задний ряд он просто установлен, прикреплен болтами. Здесь еще на вот эти каретки предстоит установить сюда какой-то упор, чтобы он их прижимал, опять же, от смещений. И здесь, и с задней стороны точно так же каретки сделаны в упорный бортик. И их можно упирать отсюда, чтобы они упирались в тот борт. Ну, то есть, дополнительный прижим устанавливают. Упоры для рельс сделаны таким образом. Это кусок стальной шинки. Он имеет в середине такую вот фрезеровку и как бы такие импровизированные две ножки. Торцы этих ножек подшлифованы на шлифтанке, ну, типа гриндера. И имеют одну плоскость друг у друга. Этими ногами вот эта пластинка упирается в направляющую. И вот здесь вот есть два, это конусных штифты. То есть, сначала прикручивается болт, пластинка упирается в направляющие, затягивается болтом, чтобы она не сместилась. И после этого сверлятся вот эти два отверстия, потом разворачиваются и забиваются сюда конусные штифты. Таким образом, вот эта пластинка у нас никуда не имеет возможности смещаться. А с этой стороны рельс сделан с небольшим припуском. То есть, здесь буквально две-три десяточки. Он торчит сюда. И заворачивая, нашел я такие вот болтики. Сверлю у них отверстия и использую их в качестве шайбы. Это достаточно жесткий такой металл. Не знаю, что это металл. Сверлится достаточно плохо. И в него вовнутрь завернут обычный болт 1-912 на М4 для нержавейки. Ну и вот эта головка, она используется как в качестве шайбы. То есть, она прижимает. За счет того, что она жесткая, ее не отгибает. Если была бы обычная шайбочка, то, скорее всего, она бы просто отгибалась. Край ее тонкая. А здесь такой массивный кусок металла, его не отгибает. И таким образом, напротив каждой этой вот ножки, сделан вот такой вот прижим-болтом. Соответственно, он прижимает рельсу к этим ногам. Под этот станок я заказывал, было отдельное видео по ним, такую вот гофрозащиту. То есть, она закрепится вот таким образом. Ну и ее можно будет растянуть. Так вот как-то это будет выглядеть. Вот, ну пока она вся кривая, потому что рукой я тяну. Вот, вообще она закрепится и будет прекрасно таким вот образом растягиваться. Вторая половинка, такой же у меня их три куска. Вот, вторая половинка пойдет на заднюю сторону. То есть, когда вся эта ось будет смещена ближе к патрону, чтобы задняя часть направляющих не заваливала стружкой, будет точно такая же гофра. Вот, ну а здесь будет какой-то отбойник и, наверное, еще лоток для сбора горячей стружки, чтобы она не падала на вот эту вот гофру и не проплавила ее. Так, ну давайте теперь по передней бабке. Сейчас попробуем подъехать на максималку. Сколько нам позволят гофр? Вот так вот, да, я думаю, больше ближе не стоит. Вот передняя бабка, она у меня пока разобранная. Здесь есть штифт, в бабке есть отверстие. То есть, устанавливаем на штифт и вот от таких смещений мы уже предохраняемся. Да, в принципе, как от таких осталось, только ее таким вот образом вывести в плане параллельности с этой осью и вверх-вниз. Это уже будет шабровкой достигаться настройка. Это я пока еще не делал. Патрон сейчас стоит 80-й, для примера, и он имеет всего лишь вот такой вот зазор над этой плитой. Вот, на самом деле, я пока думаю вообще, стоит ли с этой бабкой заморачиваться. Ну, вернее, как я уже заморочился, я уже отшабрил одну втулку переднюю. Вот, об этом будет, наверное, отдельное видео, если я все-таки доберусь до второй, и она тогда будет о чем рассказать. Вот, отшабрил переднюю втулку, ну, как бы плюс-минус удачно, то есть, ну, ее нагрев уменьшился по сравнению с тем, что было изначально. Вот, но я считаю, это все-таки положительный результат. Теперь нужно отшабрить заднюю и пробовать ее уже разгонять до приличных оборотов. Тут момент такой. Значит, я пока никаких действий не принимаю в плане установки этой бабки. Именно почему? Потому что я все-таки пытаюсь найти ей какую-то альтернативу. Мне очень импонирует передняя бабка от станка 16U04P или 16U03P. Вот, но за нормальные деньги я пока такую бабку достать не могу. Они есть на директ-лоте, пара вариантов, но стоят они там по 10 по 15 тысяч, и еще непонятно в каком состоянии. У той бабки преимущество в том, что она достаточно оборотистая прямо с завода. То есть, у них там 4, у одного станка 4 тысячи заводские обороты максимальные, у другого 3,5 тысячи. Вот, и плюс она там на подшипниках, то есть, получаем эту бабку, можно сказать, в другом состоянии, заменяем на ней подшипники и получаем, ну, чуть ли не новую, там, если никаких нет сюрпризов с гнутым шпинделем, вот, то тогда получаем практически новую, новый узел для станка. Вот, поэтому пока все я подготовил, все сделал под установку этой бабки, вот, но пока оставить я ее не хочу. Если я все-таки доберусь и смогу приобрести вот такую бабку от 16U-03P или 04P, вот, тогда, наверное, все-таки буду ставить их. И там уже высота совсем другая, вот, соответственно, эти блоки, наверное, нужно будет менять их, ставить шире. Вот, ну, в общем, пока вот у меня в таком зависшем все это дело состояние и положение, вот, но пока вот что есть, скажем так. Если устанавливать ее, вот эту бабку, да, то я пока не знаю оставлять так, как есть, поднимать, поднимать я уже ее особо не хочу. На данный момент тут приличная достаточно высота. Плюс еще ко всему, здесь мы имеем штатное место для установки шкива ремня, то есть мы можем пробросить, сделать длинный ремень, бросить его вниз, и мотор у нас будет устанавливаться под этим корытом, ну, то есть как в штатном виде, да, сверху мы ничего не загромождаем. У этой бабки сзади у нас свободный хвостовик, на котором, ну, как бы ничего не будет, и сюда можно спокойно приспособить энкодер, который будет считывать обороты нашего шпинделя, и таким образом будет реализована синхронизация и нарезка резьбы, и прочие все вещи. То есть подача сама будет подстраиваться под обороты, зная, какие они. То есть куда поставить энкодер, место у нас есть, через ремешок. Ну что ж, друзья, на этом пока все. На данный момент я вынужден пока заморозить этот проект до выяснения обстоятельств с передней бабкой. По поводу всех остальных вопросов построения кабинета и там какой контроллер использовать, я так думаю, что пока все эти вопросы не актуальны, пока не будет передней бабки. Сейчас все уперлось в переднюю бабку. Если кому-то попадется на глаза, где-то увидите в продаже, пожалуйста, пишите, буду очень ждать. Сам тоже я ищу, но пока ничего впутного найти не могу. На этом пока все. Пишите ваши комментарии. Спасибо за внимание. Всем всего хорошего. Всем пока-пока.